Сегодня в программе. Еще квартира у вас есть, которую вы сдаете. Не прибедняйтесь. Это мои квартиры, и никакого отношения ответчик к моим квартирам не имеет. Мужчина очень хотел, чтобы жена бросила курить. Но был слишком настойчив, и это привело к трагедии. Теперь он смирился бы с ее вредной привычкой. Но уже поздно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Оказывается, он последний месяц в Турции отдыхал с любовницей. Вообще дела не твои. А любовница позвонила моей дочке и все это рассказала. Тесть втихую пользовался сберегательным счетом зятя. Сможет ли растратчик убедить суд, что деньги пошли на благое дело, и он не обязан их возвращать? Она закатила мне такую истерику. Казала, ты выбрал маму, а кого я? Тебя должен был выбрать. Да, вообще-то с женой и ребенка своего. Беременная жена пригрозила сделать аборт, если муж не сдаст мать в дом престарелых. Какой выбор сделал супруг, и почему сноха ненавидит свекровь, узнаем в суде. Истец требует возместить моральный вред и установить материальное содержание в размере прожиточного минимума. Ответчик иск признает частично, потому что истец не нуждается. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ответчик – муж моей дочери Марии. Она погибла семь месяцев назад по его вине. Ей было 35 лет. Поздним вечером он закрыл ее на балконе. Бедная девочка вышла на балкон, полураздетая, в джинсах, рубашке, в тапках, даже без носок. Естественно, она не собиралась там задерживаться. На улице февраль месяц, температура 0 градусов. Балкон, конечно, у них застеклен, но там нельзя находиться долгое время. Человек перед охлаждением может погибнуть. Мария там была более часа. Она стучала, она кричала, она просила о помощи. Но, к сожалению, ее муж уснул. И она вынуждена была спуститься в подъезд через окно. Но, к сожалению, сорвалась. Спасти ее было невозможно. А что случилось? После очередного скандала, который устроил ее муж ей, я пытался ей помочь. Ты постоянно устраивал ей скандалы. Это случайно получилось. Это не случайно получилось. Страшная трагедия, случайно. Это не случайно, это было регулярно. Она выходила на балкон, ты сразу закрывал двери. Нет, такого не было, ничего подобного. Такое было всегда. И в этот раз она вышла на балкон, он изнутри... А зачем он это сделал-то? Она курила. Она курила, а он закрывал двери. Он не мог смириться с этой привычкой. Ой, ему не нравилось, что она курит? Ему не нравилось. Я просто уже до точки дошел, и так случайно получилось. Я не хотел, чтобы она все время там была. Но если бы ты не хотел, ты бы, наверное, не уснул и не лег спать, а ждал, что любимая женщина вышла на балкон. Это случайно. Я был уставший после работы, вырубился. Так получилось. Но это вы ее так наказывали, да, ответчик? Чтобы она не курила? Нет, это произошло, Ваша честь, к сожалению, один раз. Просто я уже был... Я очень много, понимаете, ей пытался помочь, отучить ее от курения, чтобы дети к этому не были причастны. Понимаете? Понятно. Это чуть позже мне дадите свои пояснения. Продолжайте иститься. Он узнал о ее смерти по телефону, потому что он уснул. Дети остались без матери. Я осталась без единственной дочери. Любящей, заботящейся. Она постоянно мне помогала. Антону и... Антону 9 лет, Анюте 7 лет. А уголовное дело возбудили? Да, уголовное дело возбудили. Хотя он совершил настоящее убийство, а его осудили как будто за причинение смерти по неосторожности. Его даже в колонию не посадили, не посадили его даже. В колонию не отправили. Его же осудили, этого достаточно. Я никого не убивал. Он убил. Он убил мою дочь. Он убил мать своих детей. Причинение смерти это и есть убийство. Просто называется на юридическом языке по-другому. Но его не посадили. Ну, это уж так суд решил. То есть вы являетесь потерпевшей по данному делу, да? Да. Были признаны потерпевшей. Теперь вы просите моральный вред в размере 1 миллиона рублей и также просите установить содержание ежемесячно. Да-да, потому что моя дочь, она мне постоянно помогала. Скажите, а вы на пенсии или нет? Да, я пенсионерка. Я пенсионерка. Какой размер пенсии у вас? Маленький. 17 тысяч. Поэтому мне дочь ежемесячно перечисляла по 15 тысяч рублей. У меня есть выписка. Еще квартира у вас есть, которую вы сдаете. Не прибедняйтесь. Уважаемый суд, мои квартиры, это мои квартиры. И никакого отношения ответчик к моим квартирам не имеет. Понятно. Передайте, пожалуйста, документы через судебного пристава. Так, пенсия 17 тысяч. Представлен приговор по уголовному делу, вступивший в законную силу. Ответчик признан виновным по данному приговору. Так, пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Вы иск признаете? Ваша честь, я признаю иск, но частично. Я действительно признаю, что есть моя вина частично в гибели моей жены. И, понимаете, мне теперь с этим до конца своей жизни жить. И уже я как бы уже так прилично наказан, я считаю, до конца жизни. Но Эльвире Григорьевне действительно мне следует выплатить моральный ущерб. Я готов это сделать, выплатить материально. В размере 500 тысяч рублей. То есть вы согласны с исковыми требованиями в размере 500 тысяч рублей? Да, да. А почему такая сумма? Понимаете, дело все в том, что ее материальное положение не такое печальное, как она тут заявляет. Моральный вред и материальное положение никак не взаимосвязаны. Совсем. Понимаете? Моральный вред это вред за причиненные нравственные страдания. И не имеет никакого значения, обеспечен материальный человек или не обеспечен. Это вообще никак не связано. Каждый оценивает моральный вред, которому причинен, по-своему. Кто-то считает, что это 100 тысяч. Кто-то считает, что это вообще нет таких денег, чтобы возместить эти страдания, этот моральный вред. Поэтому я вас спрашиваю, вы-то почему 500 готовы выплатить? Потому что у меня возможностей... Да, исходя из моих возможностей, на мне повисли сейчас двое моих детей. Раньше мы как-то вместе справлялись с женой. Сейчас жены, к сожалению, уже не стало. И я... Они все висят на мне, понимаете? То есть у меня сейчас только доход, зарплата небольшая, 83 тысячи рублей. И я вынужден их воспитывать. То есть у вас на содержании двое детей? А 500 тысяч у вас имеется, чтобы выплатить-то их? Да, вот все, что имеется. Я готов выплатить, да. Но, насколько я знаю, у нее две квартиры, одну она сдает. И эта прибавка к пенсии... Это ко второй части иска мы сейчас возвращаемся, да? Да. То есть моральный вред вы готовы выплатить 500 тысяч и признаете в этой части. Да. А что касается взыскания содержания, то вы не согласны. Правильно? Да. А почему вы не согласны? Ну, дело все в том, что... Смотрите, у нее еще есть доля в нашем наследстве. У нас есть общая квартира, 5 миллионов 200 тысяч рублей стоит. И у нее есть доля. Вот. Я готов даже ей долю, одну восьмую, этого выплатить. То есть это уже как ущерб. К тому еще 500 тысяч. Нет, это тоже не связанные вещи. Потому что это право собственности. Что вы все время путаете? Ну, потому что, к сожалению, она думает только о деньгах. Потому что здесь пострадал даже я не меньше. О чем уже сейчас остается думать? Дочь ты мою убила. О чем мне остается думать? Конечно. Работать я уже нигде не смогу. Теперь о том, только каким образом дальше дочь ей помогала. Вот она и обращается к вам за содержанием. А вы не можете мне внятно пояснить, почему вы возражаете. Ну, я понимаю, что двое детей на иждивение и так далее. То есть у истицы наследственная доля после смерти дочери составляет одну восьмую. Да. Вы готовы ей отдать ее, подарить? Или что? Или выплатить компенсацию? Я готов выплатить компенсацию, потому что я предлагал ей ранее отказаться от доли в пользу внуков. Если они для нее что-то значат, понимаете? Чтобы как-то им облегчить участь. А сейчас то, что мне нужно тратить на них, я должен тратить на ее обеспечение. Уважаемый суд, вы меня извините, пожалуйста. Меня не надо стыдить моими внуками. Вас никто не стыдит? Нет, что я забираю у внуков деньги. Это ты забрал у них жизнь их матери. Скажите, а вы с внуками-то общаетесь? Да, прекрасно общаюсь. Все на мне повисло, к сожалению. Документы передайте, пожалуйста. Еще раз дайте мне, пожалуйста, пояснение по поводу того, сдает квартира, не сдает квартиру. Потому что про одну восьмую вы сказали, ничего не понятно. То есть вы готовы выплатить компенсацию за эту одну восьмую. Но это к делу не относится. Меня интересует, что там со сдачей квартиры? Еще одна квартира какая-то есть? Есть еще одна квартира. У выпуска из реестра есть. У нее две квартиры на ней. Две квартиры. И что, одна сдается? Да, одна сдается. Это так? Да, это так. Но это мои квартиры. Он никакого отношения к ней имеет. Мы же в суд пришли. Я должна выяснить все обстоятельства. То есть вы сдаете квартиру. Да, сдаю квартиру. За какую сумму? 20 тысяч рублей. Так я и раньше их сдавала. Понятно. Ваша честь, можно мне добавить? Дело все в том, что здесь очень большая моральная сторона. Вот сейчас на меня, к сожалению, истец очень сильно обвиняет во всем. Я готов пояснить, что у моей жены была вот эта ужасная привычка курения. И я пытался ей помочь. Я всю жизнь с этим боролся. Понимаете? Я как бы тоже как пострадавшая сторона. Я хотел ей помочь. А получилась такая страшная трагедия. Да, я, к сожалению, в тот вечер, она прошла на балкон. Она мне давала обещание не курить. Понимаете? К сожалению. Меня просто... Я не сдержался. Я ее закрыл. Я не хотел ее там не убивать, ничего. Я просто после работы сел и отключился. А все без меня вот это произошло. Я не знаю... Да я понимаю, что вы не хотели ее убивать. Это все понятно. Но почему-то многие мужчины думают, что они имеют право запрещать женщине, ну, например, курить. Для меня это вообще непонятная ситуация. Не нравится эта женщина? Не нравится, что она курит? Ну, не живи с ней. Ну, я хотел с ней жить. Она же не ребенок, чтобы ее перевоспитывать. Уже все случилось, как случилось. Уважаемый супер. Удаляется для вынесения решений. Нашу всех встать. Далее в программе. Оказывается, он последний месяц в Турции отдыхал с любовницей. Вообще дела не твои. А любовница позвонила моей дочке. И все это рассказала. Тесть втихую пользовался сберегательным счетом зятя. Сможет ли растратчик убедить суд, что деньги пошли на благое дело, и он не обязан их возвращать? Она закатила мне такую истерику. Сказала, ты выбрал маму. А кого я? Тебя должен был выбрать. Да, вообще-то жену и ребенка своего. Женщина ушла от мужа и убила его ребенка. А вскоре вернулась и надеется на прощение. Подробности в суде. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о возмещении морального вреда удовлетворить, взыскать с ответчиков в пользу истиции моральный вред в сумме 1 миллион рублей. Что касается взыскания ежемесячного содержания, то в этой части иска суд отказывает. Несмотря на то, что дочь ежемесячно помогала истиции. В то же время у истиции имеется дополнительный доход. Она сдает квартиру, и у нее имеется дополнительный доход. Кроме того, она получает пенсию. Также при разрешении данного вопроса суд не может не учитывать материальное положение ответчика, доход которого составляет чуть больше 80 тысяч рублей. И на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. Поэтому, исходя из сказанного, суд считает, что эти исковые требования не подлежат удовлетворению. Итак, взыскан моральный вред в размере 1 миллиона рублей. Что касается содержания, то здесь я отказываюсь. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Мой моральный стресс никакими деньгами, никаким миллионам не окупится. Этот кошмар произошел хоть и по моей вине, я этого не хотел. Мне помимо того, что еще страдать всю жизнь, мне нужно выплачивать этот материальный ущерб. Это очень тяжело. Жена изменяет с братом мужа. Я увидел их голыми в постели. Коль, тебе как обычно все это привиделось. Муж положил глаз на подругу дочери. Она устроила истерику, скандал. А вы ожидали, она скажет, ну что, совет да любовь. Бесконечная череда предательств и семейных драм в зале этого суда. Да тебе твои мужики важнее, чем родная дочь. Но Елена Кутина – гарантия того, что всем воздастся по закону. Потому что все вернется. Дела судебные. Новые истории. Смотрите каждый будний день. Истец хочет получить деньги с тестя, которые тот незаконно присвоил. Ответчик утверждает, что потратил деньги зятя на внуков. Слушаю вас, истец. Ваша честь, сразу хочу уточнить. Ответчик является моим родственником. Это мой тесть. И в нашей семье буквально недавно произошел следующий казус. Я должен был убыть в долгосрочную командировку в Республику Казахстан. Я попросил своего тестя сделать мне ремонт в квартире. А именно в Санузле, так как он является неплохим каменщиком. Также делает различные отделочные работы и прочее. В общем, мы за семейным столом посидели. И решили вопрос. Подкидали там смету. И решили на том, что обойдется нам ремонтик в 400 тысяч рублей. Это 250 тысяч рублей у нас идет на стройматериалы и различные инструменты. И 150 тысяч – это вознаграждение за работу соответственно. В общем, все договорились, все хорошо. Я благополучно уезжаю в командировку. Дома благополучно начинается ремонт. Самые приключения начинаются с момента моего приезда из командировки, когда я обнаруживаю на своих счетах то, что снято 650 тысяч рублей. При отъезде я написал доверенность, чтобы он мог беспрепятственно снимать деньги и брать на ремонт все недостающие стройматериалы, суммы. Он, получается, снимал деньги с моего счета. Снято было 650 тысяч. Я, естественно, приехал так и так, переспросил. Но ремонт ты сделал? Ремонт сделан был, да. И я переспросил у тестя, а почему такая сумма? Выяснилось, что они на семейном совете без моего участия с моей супругой порешали, что они вот эти 250 тысяч вложат в ремонт крыши на его даче. Я не знаю, почему они это решали, вопрос без меня, но это было принято такое решение. А вы доверенностью ограничивали сумму? Доверенности нет. Сумма была неограниченная. Мы же родственники друг другу доверяли. Но вы все тут родственники. Вы сначала родственники, а потом в суд приходите. И друг на друга иски подаете. Поначалу мы все друг другу доверяем. Мы все думаем, что в нашей ситуации, в нашей семье такого не случится. Хорошо, что вы это понимаете. И в итоге мы имеем то, что мы имеем. То есть договоренность была, что потрачено должно быть 400 тысяч рублей. 400 тысяч ровно, да. А в результате потрачено 650. Да, да, да. Исходя из этого, вы считаете, что 250 это неосновательное обогащение? Абсолютно неосновательное. И просите взыскать с ответчика. Правильно я вас поняла? Пожалуйста, передайте документы через судебного пристава. Опа. И хочу еще пояснить такую ситуацию, ваша честь. То, что, в принципе, на эта квартира была куплена до брака. И на лицевом счете данные денежные средства тоже находились, накоплены и лежали до брака. То есть почему такое решение имя обоюдно было принято? То есть это не супружеское имущество, а ваши личные денежные средства? Это не совместно нажитое, это мои личные денежные средства, которые я заработал сам. Ну вот жена и добралась до них. Ну, как было так. Благодаря своему папе. И я прошу суд и требую от ответчика вернуть 250 тысяч рублей, которые, не согласовав со мной, были сняты. Мне все, ваша честь. Пожалуйста, ответчик, что можете пояснить суду? Ваша честь, я вот слушаю, стою, знаете, много лет прожил, я просто потрясаюсь. Он красиво, конечно, все говорит, но очень многого не договаривает. Я вам честно скажу, что вот видите, он сами сказали, все по родственному, а потом в суды идут. Он меня попросил ремонт сделать и еще по родственному, чтобы я там, значит, небольшие деньги при этом заработал. А вот если сейчас не по родственному говорить, а по рыночному, у нас у строителей простая система. Сколько ты потратил на материалы, столько-то заработал. Вот у меня там почти 235 тысяч, еще больше. Вот где-то 500 уже он должен был бы заплатить. Ну так вы на берегу должны были об этом договориться? И сказать, что вас не устраивает 150 тысяч? Меня устроило вполне. Ну а так что же произошло-то? А я вам сейчас расскажу, что произошло. Нет, сначала мне скажите, какие между вами были договоренности? Договоренности была действительно. Вот сейчас он, говорит, никаких бумаг не подписывал. А честно говоря, я бы сейчас мог сказать, раз не подписывал, мог мне и 300 сейчас зайти, 200. А я вам скажу честно, да, 400 тысяч оговаривали. И действительно 650 потрачено. Согласен с этим. Но я вам объясню, каким это образом. Он уехал в командировку, сам сказал, что с ним связи никакой не будет. Мы деньги сэкономили. А жена мне говорит, в Тульской области домик небольшой есть. Они в этот домик, между прочим, ездят каждое лето, как дети родились, они ездят туда, как на дачу. А там крыша течет. И как раз течет прямо на детской, где стоят мои внуки, и его дети проживали все лето. И жена мне говорит, что если есть деньги, есть счет, давай немножко денег снимем. И я ездил туда, еще ремонтировал эту крышу. Это же семья. Так подождите, вы же сэкономили на стройматериал. Да я сэкономил там тысяч 20-25. А крыша-то сколько вам обошлась? А ты говоришь, что тоже обошлась где-то в 200, там получилось, материал мы покупали. Ну, на круг-то вот эти 650 получились вместе с тем, что сэкономили, и с тем, что вот он мне сказал там взять себе, я эти деньги потратил. То, что сэкономили, вы же себе забрали? Нет, мы их тоже потратили. Я себе вообще ничего не взял. Как это потратили? Вы говорите, 200 тысяч крыша обошлась. Нет, я... Вот у меня все по документам есть. Конечно, я сейчас волнуюсь. У меня тут счета есть, у меня тут... Да присвоил просто, и все деньги лишили. Ничего я себе не взял, ни копейки. Крыша ваша? А? Крыша ваша? Наша, наша семейная. Домик ваш? Дом наш. Ну? Ну так, между прочим, дом-то... А деньги чьи? Я же говорю, они все лет туда ездят, как дача ей пользуется. Ну, это ваша дача? Собственник. Ну, это нашей семьи дача. Ну, а как... Ну, да. Вам не удастся меня запутать. А я вас не путаю, я вам прямо говорю. Нет, у вас попытки прям периодически. Нет, ну, дело в том, что вы говорите, это ваше, это не наше. Да, ваше и наше, потому что есть документы, есть свидетель... Ну, раньше было свидетельство о праве собственности, сейчас это регистрация соответственно. На ком зарегистрирован домик-то? Дом мой. Вот. Дом ваш. А то, что к вам туда ездят дети-внуки, этого к делу не относится. И если вы на семейном совете решаете отремонтировать крышу за чей-то счет, то это решается на семейном совете. А не так, как это сделали вы, воспользуясь тем, что у вас есть доступ к денежным средствам. Ну, во-первых, инициатива не моя, а инициатива еще и его жены, моей дочери, с одной стороны. А с другой стороны, главного-то вы не знаете. Я уж не знаю, стоит ли об этом здесь говорить. Да уж не знаю, сами решайте. Так я вам скажу, дело в том, что как-то случилось. То, вы знаете, что они сейчас разводятся с женой? Нет, не знаю. А я вам скажу, причина развода очень простая. Оказывается, он последний месяц в Турции отдыхал с любовницей. Это вообще дела не твои. Что? Ну, не твои дела это. Ну, не мои, конечно, но это моей дочери. А любовница позвонила моей дочке и все это рассказала. И начался скандал, и они разводятся. И вот теперь он про эти деньги вспомнил. Это он практически решил меня наказать. А какая связь-то между любовницей Турции, крышей, и... А связь очень простая. Если бы они не разводились, то и иска бы не было. Вот какая связь. Поэтому в данном случае, когда тебя просят по-семейному ремонт сделать в ванной, и при этом платят тебе гораздо меньше, чем вообще-то принято платить. Ну, вы же согласились. Я согласился. Ну, а теперь семья распадается, и вот он меня и в суд потащил. Вот очень просто. Логика просто не поддается никакой логике. Понятное дело, что потратил больше. Ну, во-первых, я доказываю то, что я ничего себе в карман не положил. Вот у меня для этого все документы есть. Строиматериалы сколько обошлись? Ну, я вот так на вскидку-то не вспомню. Но получилось так, что на ванну ушло около 260 на круг, а и на дом остальные там где-то 300 с чем-то. Вот. Потому что крышу пока возили. Вы только что сказали 200. А? Вы только что сказали 200. Какие документы? У меня все документы есть. Нет, пожалуйста. А сам путаются показания. По интернету, и потом вот то, что называется накладные, все есть, все можно посчитать. Я же их не придумал, эти документы. Вы мне предлагаете посчитать? Нет, я вам не предлагаю посчитать. Вы можете мне внятно сказать, сколько потратили на ремонт крыши? На ремонт крыши я потратил, сейчас скажу вам, 250 тысяч. 250 тысяч, понятно. А что за документы-то у вас там? А у меня как раз документы подтверждающие, что все деньги были сняты со счета, и на них куплены стройматериалы и инструменты. Это как раз документы подтверждают, что я ничего на себя не потратил. Это как раз он в Турции с любовницей деньги тратил семейные. Это другой вопрос. Почему семейные? Может, свои? Мы не выясняли этот вопрос. Это-то не семейные деньги. В отличие от тебя, я свои тратил. Интересный разговор. Ну, в любом случае... Он же только что дал пояснение, что эти денежные средства, на которые вам была выдана доверенность, это его добрачные денежные средства. Они не семейные. Ну, в данном случае, когда семья живет и когда решает эти вопросы, я не юрист. Я в эти дела не вникаю. Мне дочка сказала, пока мужа нет, давай вот еще потратим не все, а потратим, починим крышу. Вот это был разговор такой. Еще в этот момент я должен был ей сказать, ой, извини, давай пойдем сначала к юристу посоветуемся. Не нарушаем ли мы чего-нибудь, тратя семейные деньги на починку крыши? Так тоже можно. Ну? Вообще, на самом деле, и так понятно, что если вам человек разрешил потратить 400, а вы принимаете решение тратить 650, что что-то здесь не так. Передайте документы через судебного пристава. Ну вот, а теперь они, значит, разводятся. А теперь разводятся. Ну это же крыша-то к вашей не имеет никакого отношения, правда? Крыша не имеет никакого отношения. Что-то удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Она закатила мне такую истерику. Сказала, ты выбрал маму. А кого я? Тебя должен был выбрать. Да, вообще-то жену и ребенка своего. Беременная жена пригрозила сделать аборт, если муж не сдаст мать в дом престарелых. Какой выбор сделал супруг? И почему сноха ненавидит свекровь? Узнаем в суде. Прошу садиться. Оглашается решение. Суд принял решение исковзыскания неосновательного обогащения в размере 250 тысяч рублей удовлетворить взыскать с ответчиков пользу ИСА указанную сумму. На самом деле, между сторонами, безусловно, должно было быть заключено соглашение. Это мог быть, например, договор подряда. Но стороны по родственному решили договориться. И эти договоренности подтверждает ответчик. А именно, о чем они договорились? Они договорились, что ответчик сделает в квартире ИСА ремонт на 400 тысяч рублей. Истец выдал доверенность на распоряжение денежными средствами ответчику. Ответчик потратил 650 тысяч. То есть он эти договоренности нарушил. Кроме того, на судебном заседании указал и подтвердил, что на 250 тысяч он сделал ремонт крыши своего дома. То есть дома, который принадлежит ему на праве собственности. Безусловно, при таких обстоятельствах суд признает эти денежные средства, эту сумму неосновательным обогащением для ответчика. И взыскивает эту сумму в пользу ИСА. Потому что договоренности надо выполнять. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Есть дела семейные, есть деньги. И деньги любят счет. Тем более, все равно разводимся. Поэтому я думаю, что не нужно лишний раз брать чужие деньги. Ну, все правильно. Суд решил. В общем, понятно. Сейчас они разведутся. И по разводу, между прочим, половину имущества как раз она и отсутствует. Вот из этих денег ему как раз эти самые 250 и отдадим. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Идите, посмотрите. Я вам верю. А, уже верите. Все очень хорошо. Если вы не можете вернуть свои деньги... Она у меня не получит ни рубля. У меня нет матери. Понятно? Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Я за себя не ручаюсь. Я придушу, наверное, эту поздную тварюгу. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Не обманете? Ну, пока что никто не жаловался. Это бесплатно. Пиздец требует развода с женой из-за ее предательства. Ответчик просит мужа отказаться от развода, так как он сам совершил ошибку, сделав выбор в пользу матери, а не семьи. Прошу всех встать. Прошу садиться. Слушается дело по иску о расторжении брака. Истец Саньков Борис Валентинович, ответчик Санькова Анастасия Сергеевна. Слушаю вас. Уважаемый суд, это моя жена Настя. И я требую развод, так как она предала меня и косвенно виновата в смерти моей мамы. Дело в том, что мы женаты уже три года, и последние шесть лет я ухаживал за больной мамой, которая проживала с нами по соседству. Отца своего я не знал, потому что он умер, когда мне было еще полгода. И мама меня воспитывала одна. Она давала всю свою любовь и заботу только мне. И самое лучшее образование я получил благодаря ней. И сейчас работаю в хорошей финансовой компании. Тут мне предложили повышение, и я вынужден был отказаться, так как там предусмотрены длительные поездки за границу. А я не могу оставить маму одну. Тем более с такой вот женой. Какой такой? Ну, которая все выдумывает и не может ужиться с свекровью. С единственной родственник моей семьи. В общем, я отказался от поездки. И жена через какое-то время забеременела. И выставила мне такое условие, что либо мы отправляем маму в дом престарелых. В пансионат. Или она делает обо... Для пожилых людей. Как тебе в голову могло такое прийти? Маму в дом престарелых. Там прекрасный уход за ним. Отвечется. Прекрасный. Ты видела там, что происходит? В общем, я сказал, что мама будет проживать с нами. Так как даже... Ну, до ближайшего пансионата, который маме подходил бы, он очень далеко в области. И я не знаю, что там происходит. Я хотел, чтобы мама жила рядом. А сколько маме лет-то? Маме был 61 год. Поймите, она не так еще стара была. Она еще и в последнее время начала двигаться как-то. И по дому что-то начала делать. Что вы думаете? Она закатила мне такую истерику. Сказала, ты выбрал маму. А кого я? Тебя должен был выбрать. Да, вообще-то жену и ребенка своего, я так считаю. Но опять же, выбрать. Так прекратите пререкаться. Сказала, что сделает аборт. И уехала к своим родителям. Ну, я думал, он так блефует. Я даже мыслей не мог допустить, что она может сделать аборт. Да я вынуждена была так сделать. Ты прекрасно это знаешь. Да как вынуждена? Ответи, еще одно слово без моего разрешения. Я вас выгоню. Прошу прощения, Ваша честь. И был такой момент, приходит сообщение на телефон. От кого? Вот, от моей возлюбленной, бывшей. И в сообщении договор на оказание медицинских услуг по прерыванию беременности. И телефон находился недалеко от мамы. И мама прочитала это сообщение. Она приползла ко мне на колени. Говорит, сынок, прости. Это я виновата в том, что от тебя и жена ушла. И ребенка потеряли из-за меня. Я говорю, мама, ну, это не ты виновата. Это она во всем виновата. Не вини себя. Тем более она больна. Я очень переживал, чтобы с ней что-то не случилось. И в итоге через 2 или 3 недели мама умерла. У нее случился разрыв сердца. Мне вообще тогда жить не хотелось. Потому что это был самый родной человек в моей жизни. И у меня разные мысли были в голове. И я возненавидел. И даже и маму возненавидел. Вот сейчас нехорошо это говорить. Но я подарил... Ой, я пожертвовал. И работой. И ребенком. И женой. А она взяла и умерла. Я даже после похорон так и не был на кладбище. И что вы думаете? Проходит какое-то время. Явилась. Не запылилась. Говорит, ну, свекрови уже нет. Нам уже никто мешать не будет. Давай заново все. Как бы восстанавливать. Как ты вообще могла... Я не знаю. В общем, пришла и говорит, квартиру давай будем сдавать. Будем получать деньги. Ну и как бы все склеим. Детей тебе еще нарожаю. Тебе не 18 лет. Пойми, может быть, это последний шанс был у тебя. А ты так взяла все и просто уничтожила. В общем, я не знаю. Я требую развод. И я не могу с ней больше жить. Потому что у меня и воспоминания о маме, и цепочка всех событий привела к тому, что из-за тебя именно мама и умерла. Требуете расторжения брака? Да. Передайте документы через судебного пристава. Представлено свидетельство о заключении брака. Пожалуйста, ответчица, вы согласны с расторжением брака? Нет, Ваша честь. Я прошу дать нам три месяца на примирение. Я понимаю, что сейчас Боря в очень тяжелой ситуации находится. И он сейчас просто сгоряча наломает дров. Но пройдет время, и я думаю, что я помогу ему выйти из этой депрессии. Да как ты поможешь? Маму уже не вернешь. Я понимаю, что маму не вернешь. Но, к сожалению, Ваша честь, если... Ну, честно говоря, я вообще удивлена, что она умерла. Потому что я всегда думала, что это симулянт чистой воды. Потому что с самых первых дней, даже когда мы с Борей ехали только первый раз знакомиться, и зашли в квартиру, он открыл дверь своим ключом. Первое, что я увидела... Хотя он мне говорил, что она больной человек, пожилой очень. И я была готова все, что угодно увидеть, но только не то, что она там поставила табуретку на стол, залезла на него и вешает шторы. Так как раз тот момент ей и стало немножко лучше. И врач советовал, что нужно ей двигаться по квартире, чтобы... Совершенно верно. ...болезни не прогрессировали. А ты вместо того, чтобы помочь ей, наладить как-то контакт, ты выдумывала все и еще больше загоняла мать в могилу. Она с этой табуретки так соскочила. Я так вот не могла в 20 лет, честное слово. Такого я вообще не видела никогда. И дальше она начала всячески мешать нашим отношениям. И слегла в очередной раз, стала требовать внимания. И все шло к тому, что мы с Борей практически уже не могли видеться. Все равно в итоге дело дошло до свадьбы. Она поняла, что бесполезно. Мы стали жить вместе, но это был какой-то ад. Да, она наоборот хотела, чтобы я был счастлив, чтобы думала, что... Естественно, у нас ответчик выступает, если вы не заметили. Продолжайте. Дело в том, что вот Наталья Викторовна, она всегда, всегда рылась в моих вещах. То есть это телефон, это ноутбук. И даже вот вплоть до нижнего белья. И сколько раз я ее за руку ловила, она каждый раз отнекивалась. Нет, это все случайно. Я просто забыла, куда была. Да, она взрослой человеке, 61 год. Она могла свои вещи там искать, может быть. Да, я оперировала все это постоянно. В общем, в конце концов, все пришло к тому, что вот у Бори есть вторая квартира на той же лестничной клетке. И там как раз жили квартиранты. Ну, деньги не лишние как бы были, но я уже настолько устала, что стала настаивать на том, чтобы мы жили раздельно. Вот. И через какое-то время мы переехали, и вроде бы как свекровь начала чувствовать себя лучше, даже начала к нам приходить в гости. И вот последней каплей в наших отношениях уже стало то, что когда я забеременела, да, она пришла в очередной раз, я ее буквально за руку поймала в тот момент, когда она в мой термос подсыпала какие-то травы. То есть я в травах разбираюсь, и я вот точно могу сказать, что они были для того, чтобы прервать беременность. Понимаешь? Вот ты мне не веришь. Я бы поверила вам, если бы вы, насколько я понимаю, это было ваше решение прервать беременность? Вы понимаете, уже столько времени прошло, когда она меня травила, да, то есть я не знаю, сколько она подсыпала, у меня начал болеть живот, он болел уже несколько недель. Это лечебные травы были. Я в травах разбираюсь, не надо мне рассказывать. И она мне в прямом тексте сказала, когда я ее за руку поймала, она сказала, оставь моего сына в покое, лучше по-хорошему от него уйди, сейчас ты родишь, он про мать вообще забудет, вообще не будет ко мне приходить, по-хорошему разведись, вы понимаете? И после этого она как бы больше к нам не приходила, живот перестал болеть, но я не знаю, как бы, как это могло повлиять на ребенка, как это могло повлиять на плод, там какая угодно могла быть патология, да, в конце концов, мне там не 18 лет, и что? И когда уже я вот вынуждена поставить была Боре этот ультиматум, опять же, он называет этот дом престарелых, прекрасный пансионат с прекрасными условиями, просто она бы жила там. Да давай мы тебя отправим тогда. Я бы дальше продолжал бы с мамой. Вот, и когда я вот, как он говорит, поставила ему этот ультиматум, он выбрал маму, он выбрал маму, не ребенка. Мама, это самый дорогой человек в моей жизни. Слушайте, мамы нет больше, ваши отношения, по-моему, зашли в тупик. Вы как собираетесь семью-то сохранять? Я думаю, что мы найдем общий язык. Я не знаю, пойдем там к психологу, еще что-то сделаем. И в конце концов, у нас еще могут быть дети, но мамы нет, мамы не вернешь. Но у нас как бы семья, мы три года жили, у нас соотношение, и я думаю, что мы можем еще наладить. Я не вижу будущего с тобой, и я требую развода. Ты просто с плеча рубишь, ты потом пожалеешь об этом. Но у нас все-таки длительное время мы были вместе. Я потерял и маму, и ребенка нашего я теперь не увижу никогда. Если бы ты меня еще выбрал, я бы еще как бы наблюдала беременность, я бы там ходила на УЗИ, я бы сохранила обязательно. Но ты от меня отказался, извини. Я вещи там собирала, это мне даже слова не сказал. Вы в суде находитесь? Вот вы стоите и с друг другом разговариваете, вы сняете отношения. Я конкретный вам вопрос задаю. Как вы собираетесь сохранять семью? Вот как? Ну, договариваться. Вы вместе проживаете сейчас? Нет, я сейчас вот живу у своих родителей. Ну вот как вы собираетесь сохранять семью? У нас вся проблема была вот именно в свекрови. Весь вот разрушающий фактор в нашем браке, это была Борина мама. Сейчас как бы мамы нет, и все теперь пойдет совершенно по-другому. А я наследник двухкомнатной квартиры. Да причем действительно у меня у родителей трехкомнатный, я уже тысячу раз тебе предлагала разменять и жить отдельно. Прекратите с друг другом разговаривать. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Прошу садиться. Суд вынес определение об отложении слушания дела. Назначает супругом срок для примирения на три месяца. Так как ответчица не согласна с расторжением брака и просит срок для примирения. Если через три месяца у вас не наладится отношение, истец вернетесь в суд, и брак будет расторган. Дело отложено. Нашу всех встать. Решение суда. Назначить срок для примирения. Я не понимаю, как она собирается сохранить брак. То, что она натворила, это непростительно. Видеть я ее не хочу. Я считаю, что три месяца, которые нам дали, они ни к чему не приведут. Я уверена, что мы с Борей сможем наладить отношения. Мы обязательно пойдем к семейному психологу. И буквально, я думаю, что даже уже через месяц мы снова будем жить вместе. Когда мужчина женится, он верит, что возлюбленная никогда не изменится. Я тебя люблю. Но она становится другой после свадьбы. Ой, блин, антатура просто конченая. Ваша честь. Она жена ваша. Сами выбрали такую. Когда женщина выходит замуж, она уверена, что перевоспитает мужа. Ангелочек. Но он не изменится. И когда я спросила, куда ты дел с зарплатой, он сказал, отобрали бумагой. Да ну у меня уже зла нет. Дела судебные. Новые истории. Лучшая школа жизни. Что вам мешало не выходить замуж за него? Глупость. С понедельника по пятницу на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова